За три года Владимир Чуликов сделал около 50 работ. Выставочный зал вместил 28. Большинство – изображений животных. Также здесь много цветов. Есть и православные сюжеты. С недавнего времени мастер увлёкся фантазийными образами. Драконы, змеи и мифические существа всё чаще становятся героями его картин. Мне вот эти поделки, на которые я очень много затрачу время, это самое основное, что скрашивает мою жизнь на пенсии. Потому что проработать 53 года, сразу прерваться, прервалось всё это дело. Я считаю, что это очень сложно пережить. Резьба по дереву помогла Владимиру Ивановичу справиться с пенсионной хандрой. Он оборудовал мастерскую в гараже рядом с домом и стал пропадать там всё свободное время. Много читал, смотрел и пробовал повторить. Сейчас самобытный мастер работает по собственным эскизам. Качество изделий зависит не только от рисунка и уровня мастерства, но и от самой древесины. У нас основная доска – это липа, осина, тополь и ольха. Ну и всё это очень сложно достать, потому что всё дорого. Липа очень дорогая. Тополь попадает, но он сучковатый, гниловатый. Так что сложно, всё дорого. Отсутствие дорогостоящих профессиональных инструментов Владимир Чуликов компенсировал самодельными приборами. По-новому взглянул на работы деда и внук Владислав. Мне очень нравится творчество. Мы очень часто бываем у него в стях и видим его работу в мастерской. И я впервые виду его работу здесь, в музее. Я за него горд. Кстати, работы мастера можно приобрести. Первый покупатель нашёлся здесь же. Поделка Чуликова теперь украсит дом гендиректора «Скол цемента» Василия Кудрявцева. Вот у вас есть любимое дело. Ради вас занимайтесь и продолжайте. А мы будем смотреть и радоваться.